всем привет с вами ted и мы теперь на последней нашей заключающей части зазерга в этой части мы поговорим о том как же убивать протасов и будем смотреть именно на то как это делают профессионалы будем смотреть это на примере игры рейнар против тарапа то есть посмотрим какие действия рейнар предпринимает собственно чтобы побеждать то есть какие его тактические маневры какой у него вообще планы на весь матч-ап и вопрос сегодняшнего дня какой самый имбовый юница протаса ответ пишите в комментариях какого винта вы считаете самым богом вот открытие которое выбирает рейнер собственно в этом матч-апе это была попытка 16 хаты почему именно 16 почему не 17 как мы учили 17 хата хороша с точки зрения именно наполнения экономики всех вот этих вот штучек на чтобы все было красиво идеально там по таймингам но так как есть мода приезжать и получить хату не давать ее поставить многие зерги выбирают 16 именно хату потому что она дает возможность поставить хату если же протас пойдет не вот так вот сразу после пилона а если он там например после гейта пойдет тогда вы успеете 16 поставить но там короче не всегда получается поэтому он предпринимает сразу же такое действие поставить хату с другой стороны в принципе немножко сбивает экономику но не так сильно чтобы этого не делать дальше как обычно только он ставит 17 18 чтобы как можно раньше уже начать делать лингов и в принципе ничего сверх естественного опять же не происходит накапливать по газу два дрончика скидываем с газа на минералы лингами прогоняем пробку если надо адептов по этой же причине лингов он наставляет дома и линги плюс квина защитятся от всего плюс сразу же creep распространяем и здесь пока делается третья хата один дрончик идет и смотрит вообще что происходит у протаса он иногда может успеть забежать если протас вышел юнитами из-за стенки здесь не повезло дрончика убили зерлинга вот поэтому в принципе лучше обходить аккуратней через третью базу и в принципе можно им до конца игры не до конца игры конечно же до момента пока просто соберется занимать эту базу все смотреть вот дальше здесь стоит over в целом на ваше действие он особо никак не влияет он главное видит что протас делает рабочих он может заметить когда протас делает газы то есть если это где-то 330 значит что протас собирается играть какую-то технологичную историю то есть пораньше делать колоссов например да или что-то такое если газы занимаются ближе к четвертой минуте стандартные газы все нормально почему он сейчас сделал не только дронов но еще немножко собак потому что он видел что два адепта бегут в его сторону и на каждого адепта вам надо по два песика если быть точнее по две закладки песиков то есть всего по 4 вот и рейнер открывается в кучу queen то есть москвины как я говорил защищается от всего поэтому немножко зерлингов немножко queen штук 5-6 даже 7 даже 8 то есть 5 ходячих queen и 3 queen и которые делают инъекцию это в принципе нормальная история он не делает лет до сих пор поэтому спорочки идут вот к моменту мать первое ставится 330 вторая спорочка ставится сразу тут на 4 здесь скорее всего тоже поставит потому что пока что он точно не уверен он не уверен во что точно открылся протас он еще не видел воздушных юнитов у него вот этого урокла и если это дарки то надо быть готовым в 4 30 уже отбиваться от торгов поэтому спорочки пошли уже потихоньку ставится вот здесь последняя спорка собственно с этой споркой и квинами рейнер успешно отбивается здесь линги помогают есть адептов и все и в принципе отсюда мы можно сказать уже хорас протаса отбили какая следующая задача следующая задача понять ставит ли он третью мы видим что он ставит третью и в целом обычно когда про то ставит третью нам ближайшие три минуты ничего не угрожает это значит что можно продрониться жестко 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 и вообще какая цель у зерга какая цель зерга может быть в принципе их две первое это линга бэйн и гидра которые потом становятся люркерами это защитный стиль на то есть гидролиски линги бэйлинги это все круто но с новыми батарейками в принципе нельзя делать как раньше то есть нельзя вот так вот выделять всю армию и атаковать и и на пофиг просто пробивать протасов это уже не та армия то есть если вы выбрали гидру тогда вы играете в защиту и по этой причине гидру особо никто не выбирает все выбирают равагера рачи линга бэйлинги вот этот состав он позволяет как раз таки на пофиг просто наламываться на протаса и пользоваться тем что у зерга физически будет лимита всегда больше то есть тяжело отбиваться какой бы у вас эффективный лимит не был там колоссы штормы архоны все равно если у вас 130 а у зерга 200 отбиваться тяжело и все пользуются этим приемом то есть нужно до пятой минуты по отбиваться от всяких харассов нападок вот он это сделал и сейчас начнется я кстати не смотрел но я предполагаю сейчас начнется жесткий дронинг то есть вот начались рачи и эволюшн как раз как я говорю он выбирает этот стиль и его будет логистика в чем том чтобы нужно будет еще чуть по защищаться распространить крип и начать давить протаса и пока он давит протаса он начинает расти до занимать эту базу эту базу чтобы каждый раз когда протаса выходит зерк мог переращиваться сейчас объясню вот эту махинацию примеру если у вас хорошо крип из-за москвин распространен вот допустим на центре карты уже протаса на вас выходит с этой стороны и идет к примеру бить вот эту базу то что вы понимаете что он принципе физически может дойти только до этой базы в первую очередь пока он сюда идет вы просто берете занимаете вот эту базу и вот эту базу а с этой дронов переводите на вот эту на шестую она у вас уже стоит рабочая пока просто приходит здесь убивает эту базу у вас сюда крип растет и вы армией стоите здесь ждете и стоите здесь ждете если протас идет вперед нападаете с двух сторон съедаете если он идет назад ну прогоняете его ставите заново хату строится тем временем у вас здесь новые строятся пока протас своими медленными юнитами до сюда доковыляет вы занимаете уже эту и эту базу ну и в принципе просто постоянно его давите потому что опять же вас преимущество лимиту вы быстрее как только протас будет выходить из базы обычно у зерга есть вот такая маленькая группировка на отдельную контрольную группу и она сразу забегает начинает кавардак творить потому что протас очень это все медленно делает вот принципе рейнов приходит здесь что-то мешает занять базу напрягает заставляет ороклов потратить энергию съедает юнитов если получается и смотрите и дронится 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 очень активно дронится ставит новые базы и давайте теперь смотреть со всех сторон что происходит то есть и постоянно он пытается понять идет его сторону какой-то пуш или не идет то есть постоянно пытается что-то проверить ставится новые базы или нет и самое главное какой состав потому что в целом вас все устраивает но иногда нужно быстрее перейти в вайперов то есть если протас вышел бы в быстрых колоссов каких-то на 6 минуте тогда стоило бы быстрее вайперов перейти но рейнер здесь подтвердил что все окей у него сделал своих 73 дрона и просто под апгрейды на атаку стоит защищается как я говорил немножко растет по крепу и вот седьмой минуты у него начнется сейчас но очень-очень легкий именно за макс лимита вот здесь он уже начинает своими небольшими лимитами приходить напрягать пробивать какой-то гейт но заметьте заметьте всегда он делает это как пинг-понг то есть никогда он не пытается наломиться всей толпой что-то там жестко убить он берет какую-то часть юнитов приходит убивает здесь гейт только отходит потому что он понимает что на нее сейчас тянулись войска бежит 2 своей группой приходит здесь например напрягает опа отменил nexus этой только напряг тут кстати недоконтролил на 2 сразу назад но ты ничего сразу это должен напасть вот он идет этой нападать и начинается такой пинг-понг пока делается пинг-понг он растет он делает крип он делает инъекции продолжает расти 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 и в конце концов заставляет протаса тем что протасу чтобы защищать огромное количество баз нужно огромное количество юнитов которых у него физически нету потому что как я говорю протас медленный а зерк быстрый и все видит то есть протас может не не успеть заметить что к нему забежали ему приходится заварпать новых юнитов каждый раз когда он варпает новых нам сталкеров на защиту это будет не хватать газа на колосса например то есть сейчас скоро на нового колосса газа не будет ну и так далее собственно как то так это работает здесь трапов пытается контролировать масс-бейлинги и вот как только у вас появляются мега масс-бейлинги всегда идем вот так вы заметите он никогда не пытается напасть с одной стороны то есть только он собрался идти атаковать уже четвертые базы протаса он загружает оверлорда и будет дропать с двух сторон при этом сначала отбивается оверлорд пошел бах бах трап среагировал тем временем вся армия идет в атаку и вот как я говорю 940 у то со 160 лимита это еще очень неплохо у зерга уже 200 но что самое главное зерга уже и накоплено 1200 540 и как только вот этот лимит умрет даже если он не очень хорошо разменяется зерк такой же лимит восстановит очень быстро очень быстро и в этом вся сила зерга что он может быстро восстановить лимит с колоссами здесь он драться не хочет отступает видит что протас принципе идет прессинг с удовольствием отступает при этом заметьте что самое главное за зерга да во первых у него есть какая-то легкая контратака здесь виде бейлингов на минеральную линию контур забегания он пока не готовит в то что протас тоже идет массивная армия на него что самое главное никогда нельзя нападать лоб в лоб армии зерга так не работают они работают за счет скорости за счет скорости они должны получать позиционку то есть они должны подгадывать где он хочет драться рейна расступил он знает где он хочет драться он хочет чтобы протас спустился сюда чтобы его здесь юниты были зажаты и тогда он с удовольствием принят бой потому что его часть войск пойдет отсюда часть войск пойдет отсюда какая-то часть уже отсюда забежит и даже бейлинги у него спрятаны. То есть он не всеми побежал назад, он побежал и в разные стороны всех раскидал. И посмотрите, как он будет принимать бой. При этом, если протас будет подниматься назад, либо сюда отступать и сюда кидать филд, он никогда за ним не погонится. То есть нельзя драться с протасом в узких этих пространствах, только на широкую. Как я говорю, смотрите, он распличивается, несколько групп, бейлинги заходят сзади и начинается. Протас, конечно же, будет пытаться драться наоборот здесь. И посмотрите, посмотрите, какое окружение. Просто 360 градусов. Успевает сталкер меня отпрыгнуть, начать здесь отбиваться от бейлингов. И посмотрите, сколько филдов в протасу надо кинуть просто. Сколько надо сделать микродвижений, блинков правильных, отходов, фокусов. Ему надо, то есть отходить, ему надо кидать грамотно филды, ему надо подфокусить колоссами этих бейлингов. И параллельно здесь что-то продумать. Это куча энергии, это куча действий. Зергу же нужно было просто всего лишь стать в правильных местах. Вот если вы проигрываете за зерга, вы просто не с правильного угла нападаете. И просто атаковать. И посмотрите, никакое микро не спасет протаса. Как бы он хорошо не кидал филды. И заметьте, коррозив байлы не по армии, по филдам. То есть он идет и за бесплатно то, что у энергии на филд тратится 50 энергии, а на коррозив байл тратится 0 энергии. То есть имейте ввиду, он давит филды. Все, понял, что вроде бы тос отступил. Тоже отступил, перегруппировался. Этих еще не дропает. И опять, смотрите, здесь отступил и перекрывает, перекрывает ему путь. Здесь, кстати, не самая лучшая позиция у него получилась. Наоборот, протас его взял в этот, в окружение. Все, имморталы, архоны, сталкеры, колоссы, см3. Идет жесточайшая, жесточайшая, как бы, армия. Но у см3 уже энергии намного меньше. Опять же, с двух сторон. Тут еще можно было бы с трех сторон, пока Рейнер не пытается. Все коррозив байлы по филдам летят. И в конце концов, бейлинги докатываются. Ну и бейлинги это самый эффективный юнит, на самом деле, в игре против таких армий. То есть они просто докатываются, и что бы протас не пытался сделать. Трап делает, на самом деле, сумасшедшую работу в плане того, чтобы спасти своих колоссов. Он доделывает здесь дарков замес. То есть в целом Рейнер, как бы, хорошо отбивается. Вот. Но что самое плохое? То, что в конце концов, все равно бейлингов не перемикрить. Потому что в конце концов заканчиваются форсфилды. Без филдов уже тяжело или даже почти невозможно. Колоссы, в конце концов, падут от тараканов. Они все-таки неэффективны. Они нужны, чтобы прорываться через бейлингов. И как только колоссы кончились, их восстанавливать очень долго, очень тяжело. А ведь нужны еще и Морталы против тараканов, а ведь нужны еще Архоны против всего остального. И тут, как я говорил, сила зерга. Посмотрите на ресурсы. То есть был бой такой, где драка была наравне, где зерг потерял больше. Да? То есть он больше потерял. Но вот с этих ситуаций зерги, если вы правильно развивались, выходят в какую ситуацию? Что у вас 2000 минерала, 2000 газа, 200 лимита почти, а у протаса 0 и 100 лимита. Вот. И отсюда начинается тотальное давление. Тут есть вариант, конечно, не давить. Но лучше давить. Зачем давать протасу развиваться? Потому что протас, ну, не о чемный будет сейчас. Он пытается на дарках как-то погонять. Ну, конечно же, самая быстрая армия в игре. Просто ПФ-2 догоняет дарков. Просто спокойно заходит куда надо и начинает давить. Начинает давить, причем в места, где производство протаса, где важно, важно. Разводит его на какие-то вот эти вот батарейки. И идет, съедает ему другие базы. Потому что вот эти все забегания, они очень жесткие. Они просто... На них невозможно среагировать во время вот этих боев. Да и этот бой, как я говорю, без сентрея уже невозможно размикрить. Потому что просто вот бейлинги бегут, катятся, делают реально что хотят. И остается просто додавливать и додавливать Тоса. Самое главное, заметьте, без бейлингов он не дерется. Почему? То, что, ну, в целом, бейлинги самые эффективные юниты. То есть Трап даже смог его прогнать, но... То, что не сделал в прошлый раз Рейнер. Он в прошлый раз не делал вот это забегание. То есть в этот раз он дропает сюда, только что дропнул бейлинга, все убил. Здесь сделал забегание, у протаса всю экономику убил. У него же, в свою очередь, остается 78 дронов. И он даже с этой базы, в принципе, может спокойно отступить наверх. Как я говорил, разрастись в эту сторону параллельно. Ему не обязательно драться. Ну, так как он знает, что у него сейчас экономика лучше, все лучше, он просто может спокойно вот так вот на него и вдвачить. И, собственно, побеждать Старкрафт. Вот такое вот матчап у нас ЗВП. Теперь вы умеете побеждать и страшных протасов. Я думаю, у вас теперь все будет получаться. А с вами был Тед. Надеюсь, вам понравилось эта серия. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия – это часть обучающей программы «Из 10 шагов». Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист, либо перейти на следующую серию. С вами был Тед. Субтитры подогнал «Симон»!